здравствуйте мы находимся на берегу прибить то есть тайная комната тайная комната буфляр так я и подпишу тайная комната буфляр потому что как бы сами посудите речка речка облачко все это так красиво заманчиво и все это находится под такой вот завесой завеса она с двух сторон такая одинаково длинная тайная комната буфляр и солнце но все равно меня здесь облетает несмотря на ветер как бы эта комната буфляр как бы супер за так сам развал как бы присяду конечно мне нравится здесь находиться наблюдать как бы уток тут нет конечно но наблюдать за течением за ветром за стечением ветра и вообще хорошей погоды которые всегда хорошие даже когда идет дождь жалко айфон потерял мне нравилось когда идет дождь кстати мне это таки не выпало когда идет дождь снимать мне нравилось когда идет дождь снимать я даже снимал на samsung когда идет дождь но это тайная комната буфляр это нечто такой вот короткий ролик вот и есть еще одно такое прекрасное место то есть вот именно камень приткновение где можно вот так вот расположиться и еще снять пару секунд кстати посмотрим не упадет мне только речку подрогать холодная зараза ой какая холодная холодная грязная чуть не шлепнулся но тайная комната буфляр она завораживает своей серьезной культурой так сказать я и счастливе находиться здесь вот в последнее время тяжело как бы потому что потеря айфона это для меня была большая потеря я надеюсь он еще найдется желаю вам всем чтобы вы как бы обретали в своей жизни определенное место такое ну где вы можете насладиться самими собой так с природной единицы ведь мало таких мест для каждого человека особенно для китайцев я им очень зачувствую еще этот коронавирус их очень подкосил я желаю всем здоровья крепости и и не падать духом несмотря на кризис который всем любви и счастья вот это была тайная комната буфляра вот где можно почувствовать очередной раз почувствовать то незримое приятное чувство уединения уединение с рекой одновременно небом и конечно же самим собой счастья вам удачи до скорых встреч встретимся в моих следующих роликах безумных возможно в турции когда мне будет юбилей да это было бы интересно я мечтаю об этом но кто его знает что там будет этот кризис он конечно всех подкосил счастье вам и не падать духом до скорых встреч до скорых встреч